Сегодня прошла очередная сессия Народного собрания. Парламентарии обсудили порядка 30 вопросов. Бурное обсуждение вызвал проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров. Все подробности у Хаджат Мазгаровой. Традиционно заседание Народного собрания началось с выступления представителей фракции. Коммунисты затронули тему здравоохранения, а конкретно ситуацию с отечественными медикаментами. Лекарственный рынок на 70% заполнен подделками. Депутаты «Справедливой России» говорили о развитии туризма, единороссы, а кадровой политики. Проблему образования затронули патриоты России. Дагестанские школьники продолжают заниматься в три смены. Города застраиваются, необходимость в новых соцобъектах с каждым годом очевиднее, констатируют депутаты. Ситуацию прокомментировал премьер-министр республики Абдусамат Гамидов. Все эти 13 школ попали в федеральную целевую программу «Юг России». На все эти школы у нас есть проектно-сметная документация. И с 2015 года начато строительство этих школ. И по плану все 13 школ должны быть завершены в 2017 году. Но, к сожалению, или счастливо из-за того, что у нас большая рождаемость, за этот год увеличилось количество школ. Они стали до 17, в том числе в городе Каспийске. Обсуждение вызвал проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров. Его размер в Дагестане составит 7800 рублей. Это ниже среднероссийского показателя. Мы посетили все наши рынки. И с учетом тех цен, которые сегодня существуют, и с учетом инфляции предполагаемой, мы сделали расчет, оно вышло у нас 7887 рублей. Вопрос требует более детального анализа. Его обсудят и на следующей сессии. Завершен проект бюджета Республики Дагестан на 2016 год. Предварительно дефицит составит более 4 миллиардов рублей. Республика сократит траты на сферу образования и инвестиционные программы, увеличит финансирование, строительство дорог, инфраструктуры столицы республики и проекты культуры. Хадежат Мазгарова, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.